всем привет это программа мастера спорта и мои ведущие александр буиновский и елена маркина сегодня мы решили прокатиться с ветерком но не на машине как вы могли подумать мы решили покататься на роликах и велосипедах именно об этих видах спорта расскажем в этой программе а также о новостях спорта в нашем регионе новости спорта самары и области пятилетняя девочка из самары установила новый рекорд россии по метанию ножей любава яковлева отправила 88 ножей в мишень с дистанции 2 метра за пять минут хоккейная лада стала обладателем кубка президента республики казахстан в решающем матче тольяттинцы обыграли хозяев соревнований с отчетом 2-1 в екатеринбурге состоялся гранд-финал лиги 3 на 3 бк самара одержала 4 победы в четырех встречах и стала победителем турнира олег дашков завоевал кубок ил дархана по русским шашкам якутске финале представитель самарской области обыграл соперника из санкт-петербурга романа щукина волейбольный клуб нова стала победителем 19 международного турнира мемориал вячеслава платонова финале команда со счетом 3-0 выиграла матч у команды белогорье сегодня мы с ребятами участвуем в акции зарядка со стражем порядка и мы проведем зарядку и узнаем как это было мы сегодня участвуем с вами в акции зарядка со стражем порядка надеемся получите хорошее настроение заряд бодрости у нас проводится традиционная зарядка со стражем порядка на которую мы приглашаем как именитых спортсменов так и сотрудников полиции цель данного мероприятия познакомить детей со службы полиции а также приобщить их к спорту каждый из нас хотя бы раз жизни садился на велосипед и помнит это захватывающее чувство когда ты на полной скорости мчишься вдаль предлагаю окунуться в мир велоспорта и узнать каково это крутить педали здравствуйте расскажите как у нас развивается спорт в регионе какие у нас есть спортсмены титулы команды но велоспорт в самарской области это спорт развивается он давно уже много лет были основатели этого вида спорта петров владимир петрович и кравцов валерий андреевич они создали еще в далекие семидесятые команду именно команду кубисского тогда еще и велоспорта и она продолжает свои традиции до сих пор времена меняются времена уходят но он спорт остается номер один такой хороший что все таки к нам идут дети и дети так как у нас все бесплатно мы предоставляем начальной подготовки сразу велосипеды они к нам идут с удовольствием со скольки лет можно прийти да ну лес 10 он уже катается на велосипеде можно прийти 12 10 что если катается ребенок ну как он катается уже а некоторые и в 14 лет не катаются тут тут все зависит от родителей и от детей которые есть на территории города самара и самарской области у нас несколько школ это спортивная школа олимпийского резерва номер семь имени петрова владимир петровича это у нас 15 городская школа и есть школа у нас велотол в городе тольятти вот сейчас лето тепло где занимайтесь зимой где ребята тренируются мы старшие выезжают на сборы это на юг россии это майкоп сочи крым учатся а маленькие по лагерям тут у нас есть же маутинбайк мы по снегу катаемся бегаем прыгаем все это как сайте о фп также как и в видах легкой атлетики есть мы издаем нормативы те же потому что но без этого никуда если говорить об условиях что можно может улучшить на сейчас в регионе конечно если бы в планах было уже давно в планах в самарской области построить самаре велотрек у меня есть проект был сделан еще лет наверно 8 назад его разработали все минстрой на все разработали все есть проект если его построить конечно мы будем зимой в на нем тренироваться уже 250 метров стандарцию и и нем а потом уже а потом уже по мере когда будет хорошая дороги дороги вокруг вот мы стадиона тренируемся то естественно мы будем тренироваться здесь расскажи пожалуйста почему ты выбрал такой вид спорта у меня велосипед нравится тем что есть скорость мне нравится сама сам процесс то есть я люблю на выносы все меня мама вообще записала в эту секцию я увидел у нас школе есть объявление и я прям по по объявлению записался я сначала увидел картинки потом вам просил телефон посмотреть что такое вообще велосипед у меня я посмотрел видео посмотрел гонки мне понравилась гонка такие как тур до франжерда италия насколько это все травмоопасно ну велосипед он не бывает без падений это падение это опыт тренировки тоже это опыт я хочу да прям в олимпийской я же школе олимпийского резерва и поэтому я хочу стать хорошим спортсменом пока лена брала интервью я уже готов надел экипировку у меня уже готов велосипед но сам самый главный нюанс это как подготовить велосипед именно для гонки то есть посадочное место и другие детали в этом не поможет марина привет марин добрый день расскажи про велосипед у нас же есть отличие правильно то есть есть шоссейные есть трековые да когда мы в помещении проводим гонку расскажи небольшие отличия в чем они заключаются изначально тройка и велосипеда нету ручек там просто руль колеса и системы и одна большая звезда и задняя передача и все а уж сцену велосипеда гораздо проще можно пользоваться передачами можно себе ставить полегче потяжелее со спуска наоборот вытяните потяжелее гору полегче у нас в этом плане шоссейный велосипедный рельеф больше это в зависимости от трассы правильно да да аж трек он чисто и по кругу ездишь какую передачу поставил ты на ней все время ездишь и соответственно бросать педали крутить нельзя потому что там нет тормозов я слышал ты приехала с победы недавно расскажи про это да у нас проходил третий этап кубка россии в уфе удалось взять победу из первого дня со всех пяти этапов довести майку это было очень приятно и с преимуществом это было расскажи что значит довести майку что это и я знаю что у победителя допустим предыдущего этапа цвет майки он специальный до его видно отовсюду вот он ярко такое пятно в пилотоне до одевается желтая майка майка лидера есть майка горная она получается у нас она либо в горошек она получается майка спринтера зеленый и также нас на многодневку разыгрывались очки получается я забрала майку желтую лидеры и майку горную соответственно я выиграла горный финиша классно все забрала да так давайте перед нашим зрителям расскажем они у нас некоторые наверное никогда не катались некоторые совсем немножко знает про велоспорт как правильно подобрать посадку себе для велосипеда некоторые меряют трубу по по руке некоторые берут вот так вот соответственно мне эта рама подходит она под мы берем от кисти до локтя и соответственно если она вмещается здесь но она должна быть немножко просвет соответственно вам надо раму чуть чуть побольше от этого мы по росту и смотрим там подбирается от плечей идет ширина руля от от возраста ставится шестеренки передачи если там кто-то поменьше ставится передачи допустим 50 кто-то постарше там 53 52 ставим вперед где мы должны руки на скрипт 3 положения в гору это вот так вот на равнине вот так спуск и первая позиция это не с на чем отличие расскажи почему и так и так и так то есть меняется положение корпуса при этом да да получается в горка это более так расслаблено удобнее тут все равно тут ручки мы переключаемся вот кстати тоже давай уже раз ты тоже хотел уточнить как правильно переключать это у нас вот так это вверх то есть меня это положение цепи и соответственно более высокую скорость мы или можно поменьше вот можно скинуть также большую звезду но в принципе это скидывает столько в гору равнина спуск всегда большая звезда накинута то есть мы естественно набираем скорость переключаем на более высокую скорость и соответственно увеличиваем да мы здесь не будь что как бы ставим полегче чтобы они больше педалировали чтобы они ехали педалировали чтоб не заламывались больше их хватило на всю тренировку ну и одно из самых главных тоже как по мне это соответственно резина да то есть если мы берем повседневную до автомобилистов это смена сезона здесь я думаю все таки такого нету или есть подскажи есть есть очень сильный расход у нас идет эта резина потому что если будет плохая резина соответственно дети будут всякие там но стекла есть всякие будут всякий мусор ловите постоянно вечные заколы соответственно закол это что остановка группы тренер чтоб еще пока детстве надо поменять колесо и продолжить тренировку это очень сильный расходник у нас идет надо каждый ну два-три месяца на одном велосипеде менять думаю да достаточно теории теперь попробуем покататься лучше лен классно по вам покатались открыли для себя новый вид спорта может покатаемся на чем-нибудь еще поехали на роллер спорт давай ролики это про баланс и координацию но что же такой профессиональный роллер спорт узнаем у наших спортсменов анастасия добрый день добрый день расскажите пожалуйста роллер спорте у нас регионе ну наверное начать нужно с того что в 2013 году у нас была аккредитована федерация роллер спорта самарской области соответственно в этом году нам 11 лет исполняется у нас развивается направление фристайла спидскейтинга и пожалуй это вот основные направления в которых мы достаточно успешны какие у нас последние успехи есть у ребят последние успехи у нас мы взяли общекомандное первое место чемпионате россии по дисциплине фристайл который прошел 4 8 июля в москве девочки привезли три рекорда россии в каком возрасте приходит какие особенности у детей ну я бы сказала что с четырех лет то есть должен мышечный корсет сформирован быть у ребенка чтобы главное не навредить а так мы берем всех нам приходит в 60 70 лет то есть главное преимущество что здесь нету бега нет ударного и ты катишь и получаешь аэробную нагрузку и поэтому для всех возрастов это замечательно где вы зимой занимаетесь зимой ну у нас мы заходим на стадион солидарность арена вообще здесь очень такой важный момент у нас нету специализированных площадок и не было скажем так до двадцать третьего года в двадцать третьем году у нас появился свой собственный дом скажем так я называю это дом потому что у нас шикарные лыжероллерной трассы на чайке и мы здесь же готовились дисциплина фристайла вот по скоростному славу которым поставили рекорды потому что широкие широкий шикарный новый асфальт и это очень радует но крытого помещения к сожалению у нас нет то есть вот мы на арену заходим но там конечно не совсем те условия которые вот должны соответствовать насколько он травмоопасный давайте так если вы решили прокатиться без защиты то это травмоопасно плюс ко всему я бы сказал так если вы хотите кататься комфортно то возьмите два занятия с инструктором чтобы вас научили безопасно тормозить и падать и тогда я думаю что вы будете получать только удовольствие михаил добрый день добрый день расскажите почему вы здесь на сборах с детьми самаре ну потому что здесь климат поинтереснее потеплее у нас сейчас немножко дожди прохладно хорошая трасса асфальт прекрасный для роллер спортом может быть немножко непривычно что все равно есть спуске и подъемы их немного но они есть в целом в роллер спорте в основном все-таки гладкий бег то есть роллер спорт без каких-то перепадов но если мы говорим про спицкейтинг туда обычно используют более-менее более ровные площадки как детям вообще нравится сборы или нет детям всегда нравятся сборы просто выехать куда-то в другую обстановку пообщаться с другими людьми с разными командами поэтому это в принципе и коллектив внутри получает и расширяет кругозор общение с другими прежде чем я встану на ролике все-таки нужно сделать хорошую разминку и в этом мне поможет вероника и и и и и Девчонки, привет! Привет! Во-первых, хочу поздравить, да? Стали рекордсменками России, очень классное достижение. Расскажите про это, как это далось, какие ощущения и эмоции были после выполнения данного рекорда. Давай, они с тебя, наверное, начнем. Я начну. Ну, начнем с того, что я занимаюсь уже роллерспортом 10 лет. И, наверное, последние 3 года я выросла до того уровня, что могу ставить рекорды России. Я получила мастера спорта. Классно, поздравляю. Одна из первых в своей дисциплине. То есть я, например, занимаюсь больше спецскейтингом, а Вероника занимается прыжками. В разных дисциплинах, но мы рекордсменки. На самом деле, когда ты долго идешь к чему-то, и ты получаешь тот результат, к которому ты стремился, мне кажется, единственное чувство, которое у меня было, это удовлетворение. То есть, вот, я наконец-то, я вот весь год пахала, 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 и я получила тот результат, на который я тренировалась. Я занимаюсь роллерспортом немного меньше 8 лет. С 8 лет я очень мечтала поставить рекорды, стать чемпионкой. И тоже очень долго и упорно к этому шла, очень долго готовилась, пережила кучу травм. Не без этого. Да, конечно. И вот, на самом деле, на чемпионате России я, конечно же, настраивала себя на лучшее, но не верилась в то, что я все-таки что-то смогу сделать. Но у меня получилось выдать свой максимум, и это было, конечно, очень круто. Ваш вид спорта пока еще не признан как олимпийским. Как вы считаете, что нужно для того, чтобы стать, наконец-то, в семью олимпийских видов спорта? На самом деле, мы очень давно об этом думаем, и все к этому идет. Например, сейчас спицкейтинг, он очень приближен к конькобежному виду спорта, и они похожи, в принципе. И, наверное, самое важное, что принимающая страна, и у нее спортсмены будут сильны, и она поймет, что она может много медалей получить в этой дисциплине, она, скорее всего, ее возьмет, эту дисциплину. Потом все должно быть в документах официально, и не было каких-то заминок в правилах. То есть у нас их вроде бы нет, то есть у нас уже все... Четко регламентировано. ...рекламентировано на мировом уровне, и все к этому идет. Мы теперь в полной экипировке, готовы практиковаться. Вероника разминка нам провела. Скажи, пожалуйста, отличия видов в роллер-спорте. Чем они отличаются друг от друга, специфику? Хорошо. На самом деле у нас огромное количество дисциплин, и они все кардинально различаются. Я сейчас нахожусь в роликах по спидскейтингу для быстрых скоростей. На них я катаю 100 метров, я на них катаю марафоны и так далее. Вот. Они специально сделаны низкой посадкой, чтобы можно было сгибать ее. А большие колеса сделаны для развития большей скорости, вот так скажем. Вы сейчас находитесь на полубазовых, то есть для просто катания, может быть, по городу, кто хочет, но это не является дисциплиной. Либо для дисциплины слайды. Это такая дисциплина, где вы разгоняетесь примерно 30-40 метров, и у вас есть 20 метров на торможение. И в определенной позе можно затормозить, и чем длиннее будет данный слайд торможения, тем лучше. Есть пристайл с лалом, он ближе к фигурному катанию, но у нас есть конусы, три полоски, с разными элементами, разные, скажем так, сложности. То есть есть ряд заданий, которые надо сделать во время проката программы. Есть специально, на котором я являюсь рекордсменкой России. Есть 12 метров разгона и 20 конусов, на которые надо проехать на одной ножке. Опа! Спасибо, Ань, большое за мастер-класс. Думаю, все получилось, все хорошо. Скажи, пожалуйста, когда и где мы можем научиться так кататься? На самом деле, роллер-спорт, он изначально был любительским, и сейчас каждый, кто хочет, может купить себе ролики кататься на улице, на набережной, прекрасной набережной, чтобы кататься. Но если вы хотите, чтобы ваш ребенок научился кататься и куда-то там развиваться, то я советую кататься здесь, на чайке, либо брать тренировки. Спасибо! Пожалуйста! А теперь анонс грядущих спортивных событий. В эти выходные будут проходить чемпионаты первенства Самарской области по гольфу. Также до 30-го числа в шашечном клубе имени Олега Николаевича Дашкова по адресу проспект Ленина 1 состоятся всероссийские соревнования по русским шашкам. Про эти и другие соревнования вы можете узнать всю подробную информацию на сайте Минспорта Самарской области. А с вами была программа «Мастера спорта» и мы ее ведущие Елена Маркина и Александр Буйновский. Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!